Мы присоединили судебную премию. Слово для выступления в премиях предоставляется Государственной Дмитрию. Пожалуйста. Согласно предъявленному обвинению, подсудимые действовали с 2014 года по март 2018 года в составе банды, созданной Крусовым и Селенко Романом, в отношении которого дело прекращено в связи со смертью, совершили ряд преступлений. Убийство 19 октября 2015 года «Стадник» путем выстрелов из неустановленного револьвера. В нем принимали участие Крусов Быстрова. Покушение в период с октября 2015 года по мая 2017 года на хищение имущества «Стадника» в особо крупном размере, в котором принимал участие Крусов. Разбойное нападение и убийство 21 июля 2016 года супругов Тарасовых путем выстрелов из неустановленных ружей, которым принимали участие Крусов Быстрова и Селенко Романом. Покушение в ноябре 2016 года на убийство Салихова с использованием самодельно изготовленного взрывного устройства, которым принимал участие Крусов. Заведомо ложные данные у нас 26 февраля 2017 года о совершенном угоне автомобиля, с находящейся в нем финансово-бухгалтерской документацией «Полосплав», которым принимал участие Крусов. Убийство 24 октября 2017 года Джафарова Джейхуна путем выстрелов из неустановленного револьвера, которым участвовали Крусов Быстрова и Селенко. Разбойное нападение и покушение на убийство 21 марта 2018 года Джафарова Джавида, Джафарова Завода, Мурадова, Лепехина и Батяшина путем взрыва самодельно изготовленного взрывного устройства, в котором участвовал Крусов и Быстрова. Вынесенным вердиктом коллеги присяжных заседателей участие Быстрова и Селенко в незаконном обороте огнестрельного оружия признано недоказанным. Осуществление Селенко переделки охотничьего ружья «Ветры 12 молот» также признано недоказанным. Остальные инкриминируемые подсудимые действия признаны доказанными в полном объеме предъявленного им обвинения. В соответствии с заключением судебно-психиатрических экспертиз подсудимые могли осознавать фактическую опасность своих действий и характер и руководить ими. С учетом изложенного я прошу признать подсудимыми вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности и уголовному наказанию за преступления, в совершении которых они признаны виновными. Учитывая совокупность имеющихся смягчающих и отягчающих наказания обстоятельств в отношении Кусова, сведения о его личности, представляющие исключительно опасность для общества, количество совершенных им преступлений и их направленность, а также конкретные действия, осуществленные при лишении жизни Стадника, Жафарова, Джейхуна, Тарасова и Тарасовой, полагаю, что цели уголовного наказания могут быть достигнуты лишь в случае назначения ему наказания за данное преступление в виде пожизненного лишения свободы, поскольку иной более мягкий вид наказания, в том числе лишения свободы на определенный срок, не сможет обеспечить исправление подсудимого, предупреждение о совершении новых преступлений и восстановлении социальной справедливости. В отношении Быстрого и Селенко, а также Кусова, по иным эпизодам его преступной деятельности, представляется, что необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с дополнительными видами наказания, что будет соответствовать тяжести совершенных ими преступлений, выполненной роли, а в целом способствовать достижению вышеперечисленных целей уголовного наказания. С учетом изложенного, я прошу суд признать подсудимых виновными и назначить им следующее наказание. Быстровый. На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательное наказание назначить по совокупности совершенных преступлений и определить его в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 2 года и со штрафом в размере 400 тысяч рублей. В отношении Селенко. На основании части 3 статьи 69 УК РФ окончательное наказание по совокупности преступлений назначить путем их частичного сложения, определить его в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года и со штрафом в размере 300 тысяч рублей. В отношении Клусова. На основании части 3 статьи 69 УК РФ окончательное наказание по совокупности преступлений назначить путем их частичного сложения и определить его в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей. По темпе Джафаров иск свой поддерживает? По искам ранее спрашивали. Клус в иске признает? Признает. А Быстрова признает иск только по отношению Лепехина-Батяшина. По остальной части иск не признается. Силенко не признает иск никакие. Не признается. Понятно. Позиция. Пожалуйста, кто будет выступать из защитных. Мой подзащитный Силенко Михаил Романович не является причастным к совершению преступления. Прошу вас, суд, воспользоваться своим правом, предусмотренным частью 5 ст. 348 ПК РФ и вынести постановление о распуске коллегии и присяженных заседателей направить данное уголовное дело на новое рассмотрение в ином составе со стандии предварительного слушания. Суд принимает такое решение, причем какого-либо ходатайся со стороны участников процесса в этом плане не требуется. Это наша позиция, наша честь. Понятно. Присаживайтесь. Пожалуйста, с вами еще не ступайте. Ваша честь, я поддерживаю свою поддержку полностью. Прошу. Прошу, значит, на основании 161 ПК РФ в качестве смечающих авторитетов признать у Кусова, это активно способствует открытию и расследованию преступлений, заключению уголовного преследования других участников преступления. Также прошу учесть тот факт, что Кусус с момента своего задержания давал признательные заключающие показания как в отношении себя, так и в отношении других участников преступления. Ни разу на всем протяжении следствия и также в судебном заседании своих показаний он их не менял и от них не отказывается. Все его показания, данные в качестве подозреваемых, а так обвиняемых, были последовательны. Кроме того, в связи с тем, что Кусус уже на первых своих же показаниях в качестве подозреваемого непосредственно направленных показаний, прошу их также учесть данные показания как явку с повинной Кусова. То есть на основании сложного прошу осозначить Кусова минимальное наказание, предусмотренное, криминированное, минимальное статья в Буланхотской Федерации, так как это позволит ему иметь хоть какой-то шанс непосредственно находиться когда-либо на свободном завершении. В связи с вынесенным вердиктом 10-го заседателя мы не оспариваем его, однако при назначении наказания Кустрова я прошу суд учесть всю совокупность обстоятельств, установленных в ходе судебного следствия, также данная личность, оценить ее конкретную роль и степень участия в совершенных преступлениях. В соответствии с частью 2 статьи 61 перечень обстоятельств смягчающих наказаний не является исчерпывающим, то я прошу учесть частичное признание ее вины, состояние ее здоровья, а также наличие матери престарелого возраста. Согласно пункту 30-го данного же постановления, в качестве смягчающего наказания обстоятельств я прошу учесть активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Я не знаю, что сказать, я хочу еще раз уверить вас, что ни о каких, ни о преступлении, ни о убийстве уставника Тарасова я не знала, я осознала, что я действительно совершала, и прошу суда только степень его наказания. Слышали позицию, да? Слышали позицию. Тогда, пожалуйста, защитник. Она просит назначить ей справедливое наказание по эпизоду нападения на Мурадова и иных лиц, вердиктом признанной, где она виновна и не заслуживающая снисхождение. Соответственно, в данном эпизоде она просит учесть всех смягчающих ее вину обстоятельств. Она значит справедливое наказание, как я уже ранее сказала, со ссылкой на нормы статьи, части 1-й, статьи 65-й, части, и статьи 64-й. По остальным эпизодам она просит ее оправдать. Здравствуйте. Согласны вы с позицией вашего адвоката? Согласны, согласны, помню. Во-первых, я бы хотел обратить внимание на то, что выводы вердикта коллегии притяжного заседателя не подлежат какому-либо аспарту. Это касается как представителей страны защиты, представляющих интересы Селенка, так и, на мой взгляд, в той же мере касается и представителей защиты в интересах Быстрого. Так, пожалуйста, предоставляйте последнее слово, Ана Крусов, что-то рассказать. В принципе, уже много наговаривающих во время следствия здесь чем-то пожизненно просит, так что вам мне сказали больше ничего. Уважаемый суд, я не включаюсь на грамотное время, я их не совершаю. Прошу прощения, если такое возможно, у всех противопевших и прошимых назначенные мероприятия справедливо обменить в бывшие года, которые просто я с ними не согласна. Итак, выслушав преступление в премии сторон, реплики и последнее слово, суд удаляется на освещение для вынесения в судебное решение по делу, которое будет оглашено в следующий вторник, 21 января в 11 числе. Спасибо.